Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о таком явлении как фриланс для Android разработчика. Действительно, когда мы обучаемся на Android разработчика, мы можем идти по одному или по нескольким путям, но мы должны все равно выбрать направление и лучше выбирать уже перед самим обучением. Мы можем трудоустроиться в компанию или мы можем работать на себя. Когда вы выбираете работать, работая на себя, выполняя заказы, то есть заказная разработка, в данном случае Android приложений, то тогда у вас еще есть два таких дополнительных направления. Вы можете создавать свою инфраструктуру, создавать свою компанию, свое сообщество и принимать заказы напрямую, либо есть более легкий путь, как получить заказ, вы можете пройти на фриланс. Кто-то не знает, фриланс это такая площадка, на которой уже есть готовые заказы, в данном случае на Android разработку. Но там есть некая проблема с этими заказами, о которых я поговорю, расскажу в этом видео. В целом расскажу, как вам действовать, если вы хотите работать на себя на фрилансе, и вы, начинающий Android разработчик, обучаетесь у меня на курсе, либо просто обучаетесь. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству, по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя, и даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Казалось бы, вот эта ниша фриланс, казалось бы, вот как бы площадка, есть готовые заказы, то есть по факту есть люди, которым нужна мобильная разработка, то есть в данном случае Android разработка, и все, что нужно сделать, это взять заказ и разработать мобильное приложение, после чего получить свою денежку. Казалось бы, все просто. У людей есть спрос, у вас есть предложение, да, вам нужно встретиться и договориться. Все очень просто. Не нужно заморачиваться ни с маркетингом, ни прокачивать свои соцсети, ни создавать канал на YouTube для прямого привлечения. Есть готовые площадки. Но дело в том, что очень много на таких площадках это посредники. То есть как это происходит? Ну смотрите, грубо говоря, человек вкладывается в свою инфраструктуру, вкладывается в маркетинг, может даже покупает рекламу, и возможно даже встречается лично с бизнесменами, и привлекает клиентов на мобильную разработку. И грубо говоря, он договаривается на разработку мобильного приложения, например, для интернет-магазина за 400 тысяч рублей. И вот он берет этот заказ, 400 тысяч рублей. Но он либо не хочет, либо не умеет сам разрабатывать это андроид-приложение. И он идет вот на такую площадку фриланса. Для таких площадок очень много, о них поговорим чуть позже. В общем, он выходит на площадку для фриланса и публикует задание. Создать мобильное приложение для интернет-магазина за 170 тысяч рублей, грубо говоря. А все, что между 400 и 170, он оставляет себе, покрывает свои расходы на время, которое он потратил на привлечение, свои расходы на, собственно, привлечение клиента, возможно, покупал какую-то рекламу. В общем, и размещает задание. И тут собираются фрилансеры, андроид-разработчики и конкурируют между собой, выдавая каждое свое предложение на разработку мобильного приложения под платформу андроид в данном случае. Вот, собственно, вот так вот и устроена работа на фрилансе. То есть, основная проблема с фрилансом то, что там очень много посредников, которые снижают стоимость мобильного приложения. Но, опять же, вы не вкладываете здесь свой маркетинг, вы не вкладываетесь в развитие своей инфраструктуры, в своей компании. Поэтому вы просто все, что взяли, просто пришли на площадку и получили заказ. Поэтому в этом плане здесь за то, что вы так не тратитесь, и довольно просто взять заказ, найти заказ, в этом, в принципе, и большое преимущество. И, с другой стороны, минус то, что заказ уже от посредника, а не напрямую от клиентов. Очень редко на фрилансе можно встретить напрямую клиента. Но если вы встречаете такого клиента на фрилансе, то он пришел сюда для того, чтобы сэкономить. Тут вопрос, что выгоднее, с кем работать. Итак, вот вы на фрилансе, вот у вас есть заказы. Как вам действовать? Что вам нужно сделать, чтобы взять заказ? Смотрите, вообще, как работает биржа на фрилансе? Есть продавец, есть клиент, которому нужна услуга, в данном случае разработка мобильного приложения под платформу Android. Есть вы, как специалист, который может оказать эту услугу. Вы встречаетесь, договариваетесь на этой площадке. Клиент, которому нужна услуга, вносит деньги на этот сервис, в данном случае на сервис фриланс биржи. Эти деньги замораживаются. Вы выполняете заказ, сдаете этот заказ, клиент подтверждает, что принимает этот заказ. В данном случае вы АПК-файл присылаете, скорее всего, где-то так будет. Если будет необходимость загрузить этот АПК-файл в том же Play Market, то обычно перед загрузкой он подтверждает, что принимает вашу работу. Все деньги, которые были заморожены, перечисляются вам, и вы загружаете на его Google Аккаунт в Play Market. Ваш АПК-файл, то есть файл вашего мобильного приложения. И все счастливы. И вам клиент пишет отзыв. Как казалось бы, довольно-таки их кода. Но не все так просто. Для того, чтобы взять вам заказ, у вас должно быть несколько составляющих. У вас должно быть хотя бы два отзыва, хотя бы две подобные работы, подобные той разработке, которую предстоит сделать. То есть, допустим, должно быть в работах похожее мобильное приложение. Ну и, собственно, вот два условия. Отзывы и фортфолио. Как вам действовать, если вы только новичок, у вас ничего нет. Во-первых, я советую вам позаботиться, если вы планируете работать на фрилансе, позаботиться о том, чтобы создать аккаунт на фрилансе уже на этапе обучения. Как только вам пришла эта мысль, сразу создаем аккаунт. Потому что на фрилансе очень часто важную роль также играет, сколько вы находитесь на этой бирже. То есть, нужно, чтобы отчет времени уже пошел. Во-вторых, в процессе обучения я вам советую писать свои проекты. То есть, если мы говорим про фриланс, то самые популярные проекты это разработка приложения для интернет-магазина и разработка мобильного приложения для сферы услуг. Тот же салон красоты, пекарня и все, что с этим может быть связано. И для того, чтобы взять такие заказы, собственно, у вас хотя бы две работы должны быть в портфолио. Я вам советую на этапе обучения уже создать хотя бы простые одно мобильное приложение для интернет-магазина, а другое для сферы услуг. Не важно, что это будет. Пусть даже заказ кофе в кофейне. Не важно. Как мы действуем дальше? Вы заканчиваете обучение. У вас есть два вот этих проекта, две работы. Что мы делаем дальше? Мы в идеале закидываем эти приложения в Play Market. Во-вторых, обязательно создаем себе сайт. Пусть это будет даже одна страничка, одностраничный сайт, сделанный на WordPress и с помощью плагина Elementor, который собирает сайт как конструктор. На этом просто сайте должно быть ваше имя, ваши контактные данные на этой страничке, должны быть ваши скиллы и заголовок портфолио и размещены какие-нибудь две картинки там для презентации мобильного приложения интернет-магазина и презентация мобильного приложения допустим для сферы услуг. И при клике по каждому из изображений пользователь мог, должен был перейти в ваш аккаунт PlayMarket на соответствующую страницу данного мобильного приложения и уже посмотреть там, как у вас там уже скриншот и описание, то есть все будет оформлено. Человек может скачать это мобильное приложение и посмотреть, понравится она ему или нет. В общем-то, во-первых, ну хорошо, вы сделали сайт, у нас есть два проекта, но как нам, у нас уже есть две работы похожие, мы можем взять подобный заказ, но отзывов нету. Что делать в этом случае? Конечно, вы можете, как многие делают, работать за копейки, сделать две работы за копейки, чтобы получить эти два отзыва. Но вы можете сделать, что клиенту что-то не понравится, он вам испортит вашу репутацию. Здесь лучше сделать по... Причем клиенты могут... Вы можете сделать классное мобильное приложение, но у него будет плохое настроение, у клиента он вам просто плохой отзыв напишет. Здесь нужно действовать не так. Создаем два левых аккаунта, на левые вымышленные имена, с вымышленными изображениями, но на существующий телефон, без телефона не получится, зависит отриживать. И с одного аккаунта вы берете, вот с этого, как бы вы регистрируетесь под видом клиентов и выставляете, допустим, создать мобильное приложение для интернет-магазина и писать и подробно как будто реальный проект. Вам начнут там все откликаться, зато вы сможете, когда будете публиковать так задание, сразу сможете посмотреть, что пишут другие разработчики и сделать, но об этом чуть позже. И вы также, как разработчик, находите это задание и откликаетесь на это задание. Потом, как клиент, заходите в аккаунт, как клиент, подтверждаете этого себя, как разработчика на исполнение, переходите в аккаунт разработчика вас, подтверждаете свое согласие и у вас создается рабочая область и вам нужно, пусть пройдет неделька, А потом вы прям через эту биржу фрилансом берете и сдаете работу и как заказчик вы подтверждаете прием работы. Во-первых, вы пропустили через биржу фриланса уже свой действующий реальное мобильное приложение, которое у вас уже есть в плеймаркете. Потому что вы его разработали на этапе обучения. Во-вторых, вы прогнали это мобильное приложение через биржу фриланса. И в-третьих, вы как заказчик липовый можете написать самому себе отдых. И тоже так же делайте по второму мобильному приложению. То есть у вас есть две работы, самые часто встречающиеся на бирже фриланса. И также есть два отзыва. Отлично. Теперь можно откликаться на различные задания. Как это нужно сделать? Вы, когда будете размещать задания как клиента, увидите, что все пишут одно и то же, какие они классные, но ничего по факту не пишут. Вы должны, ну по факту будут приходить шаблоны, всякие предложения. Вы должны показать своему потенциальному заказчику, что вы конкретно писали ему, а не всем общие шаблоны. Значит, например, задание с мобильное приложение для интернет-магазина детских игрушек. Ну и в принципе все, да. Вы пишете, здравствуйте, я готов взяться за ваше задание. У меня есть опыт разработки мобильного приложения для интернет-магазина. Даете ссылочку сразу на свою работу. Предлагаю сделать в ярких, предлагаю сделать приложение в ярких тонах, так как тематика детская, фиолетовые, зеленые. И сразу какие-то свои предложения говорите. В качестве главного экрана предлагаю это. Ну то есть, какие-то небольшие наброски классные, чтобы вроде бы вы еще в конце укажите. У меня есть несколько вопросов по проекту, как с вами связаться. То есть, что вы сделали? Во-первых, вы показали клиенту, что вы конкретно с ним, по его заданию обращаетесь, а не шаблона. Во-вторых, он видит, что вы уже что-то начали продумывать по его проекту. И в-третьих, вы заинтересовались его проектом и уже что-то начали смотреть по его проекту. И есть некие вопросы. И вы вот этим последним, последней фразой втягиваете его уже в общение, в общение. В общение с собой. И поверьте, так делает один, в лучшем случае, один из десяти разработчиков. То есть, вы будете выигрывать всю эту конкуренцию. И, конечно же, он выберет вас. То есть, можно ли работать на фрилансе в андроид-разработке? Да, конечно, можно. Тут, с одной стороны, посредники. Ну, с другой стороны, вы не тратитесь на рекламу, на привлечение. Просто приходите на площадку, берете заказ. Вы тут обезопасены, потому что деньги все замораживаются. То есть, вас не кинут тут. В-третьих, просто нужно на этапе обучения создать аккаунт. И в процессе обучения создать два популярных, два проекта, которые самые популярные на бирже фриланса. Все эти проекты нужно пройти, провести через липовые сделки. И написать, как бы, со стороны клиентов себе два отзыва. Чтобы у вас уже был какой-то аккаунт более насыщенный. Кроме того, обязательно, там есть, на бирже фриланса есть настройках аккаунта. Правильно настроить аккаунт. Настройках аккаунта обязательно укажите все ссылки на свои соцсети, все ссылки на свой сайт. На сайте также укажите ссылки на биржу фриланса и на соцсети. И вот, то есть, вы должны все взаимосвязано быть. И, конечно же, научитесь правильно откликаться. Возможно, подготовьте какие-то шаблоны и сообщения, чтобы при отклике на какое-то задание, вы вставили шаблонный текст и подстроили его под текст заказа. Как подстраивать под текст заказа? Обязательно в вашем отлике должны быть слова, которые, предложения, которые есть в самом тексте заказа. Это очень важно, научиться правильно откликаться. В принципе, на это все, что я на сегодня хотел вам рассказать. С вами был проект Mabu. Обязательно возьмите эту информацию себе на вооружение, если вы хотите зарабатывать на фрилансе. На фрилансе в Android разработке зарабатывать можно. Я вам советую сайт freelance.ru. На этом сайте вы можете зарабатывать на русскоязычном пространстве именно в России. Это российская платформа, поэтому смело можете там работать. Деньги выводятся отлично, все хорошо. Поэтому работайте там без проблем. А у меня на сегодня все. Всем пока.